17 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита поступило в республику. Часть уже разошлась по детским садам и школам. В первую очередь будут ревакцинировать организованные детские группы. Иммунитет формируется только после трехкратной прививки, которая ставится каждые полгода. Ревакцинация – это как раз повторное введение вакцины. Вакцину мы получили в принципе в достаточном количестве. Я думаю, что ревакцинировать детей мы будем в полном объеме. Вообще сама вакцина против клещевого энцефалита, она ориентирована на детей с трехлетнего возраста. Но учитывая, что на сегодняшний день планы на ревакцинацию они есть, поэтому в первую очередь мы ревакцинируем детей, а потом уже будем детей и более младшего возраста прививать. 57-я Ижевская школа получила свою порцию вакцины в числе первых. Сейчас идет прививочная кампания, причем часто ее совмещают с прививками против гриппа. От клещевого энцефалита отказов очень-очень мало. Как правило, все соглашаются, все просят, все спрашивают, когда будем прививать клещевого энцефалита. Все 30 муниципальных районов республики в перечне эндемичных, опасных для заражения клещевым энцефалитом. Если ранее мы говорили, что нужно только прививать тех детей, жителей районов, в которых больше всего укусов, то на сегодняшний день мы не делим северный, южный куст, прививаем абсолютно всех против клещевого энцефалита. Вообще по нормативу должно быть привито 95% от совокупного населения. На сегодняшний день у нас такой цифры по республике нет. Среди детей вакцинация составляет 60%, среди взрослого населения 30%. Поэтому есть к чему стремиться. За сезон в республике зарегистрировано 13 тысяч укушенных. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Сейчас идет подготовка к новому сезону. Прививочную кампанию планируют завершить к концу октября. Заключительную ревакцинацию проведут через полгода. Продолжение следует... Продолжение следует...